В ближайшие четыре года город должен заметно похорошить. Что для этого планируют сделать, журналистам рассказали в Ивановской мэрии. Комплексная программа по формированию современной городской среды рассчитана на 2018-2022 годы. Имеет два основных вектора – благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Если раньше дворы становились участниками программы по инициативе жителей, то теперь профильное управление будет самостоятельно составлять перечень. Это прописано в федеральном законодательстве, то есть меняются условия вообще участия в программе. Поэтому мы тут ничего не придумываем. Мы обращаем внимание, что порядок другой и немножко меняются условия. Общий объем софинансирования из городского бюджета на 2018 год – более 5 миллионов рублей. Большая часть средств – из федерального бюджета. В программу уже вошли 160 дворов по всему городу и несколько десятков скверов, площадей и набережных. Что касается дворовых территорий, то за свой счет город установит лавочки, урны, приведет в порядок дорожное покрытие. Очередность работ определит общественная комиссия, исходя из даты подачи заявки. Площадь Ленина у нас, мы считаем, что она у нас не благоустроенная, да, площадь Пушкина, хотя вроде как имеется, но много обращений в том числе, что она как бы не совсем соответствует. Набережная, которая с одной стороны сейчас у нас будет приведена в полностью порядок от Собска до театрального моста. Работы, если верить официальным документам, немало. Доля благоустроенных дворов в областном центре всего 4%. С общественными территориями дела лучше. Почти 40% в надлежащем состоянии. Тем не менее, экспертная комиссия определила целых 39 точек по всему городу, где не бешало бы озеленение. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.